марина мы тебе больше не покупаем трусы мои семейные потаскаешь ничего страшного с экономим и вообще как бы я не вижу смысла одежду покупать там может деревне что-то пришлют на это да нет просто автор одного канала сказал в деревне жить хорошо так как это экономишь на одежде в принципе готов станков ты самков тебя лишить на херни тебе может это зачем нужно не они 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 варим все закончили разговор фуфайка тебе как бы сто процентов как бы галоши как бы это нормально что-то еще надо тебе купить такое чтоб ты ходила лет 15 ну ты и так правда красивая так сойдет как бы ты даже зуб можно чистить как бы экономим на это на щетках что страшного на щетках на пасти что-то помыло за я просто думаю как на матери сэкономить она же природа красивая ну странная будет немножко ну ничего подванивать волосатая как бы дырявая как бы проперданная будет ну ничего нормально ничего она женщина от природы должна быть отличаться от обезьяны чуть-чуть как бы по красоте но я думал что автор мил это нет нет все таки мы не будем до этого делать ну да любят я люблю когда мне красивенькая люблю белье нижнее красивенькая да да это моя слабость ребят любимую жену холить лелеять одевать тут моя слабость чтобы не рядом была прекрасная женщина на которую каждое утро приятно смотреть ухоженная городе ну да ну да ну если мы с тобой на мусором жили да наверное я к тебе камень наточил чтобы ты ноги брюла что надо это 10 причин чтобы уехать из деревень сел из районных центров большие города ответ на 5 причин чтобы переехать 10 а надо будет запишем 20 и 30 потому что я жил там ребят всем привет а кому доброе утро потому что у нас сейчас утро мы только сейчас развезли получается славку в садик марина анализы сдала и посмотрели вот такое вот видео есть такой канал семья в селе достаточно крупный канал и мы даже заказывали у него как-то рекламу вот непосредственно автора ну да у автора этого канала но посчитали что реклама слишком дорогая для данной аудитории получается количество данной аудитории просмотров поэтому ну и принципе отказались но заинтересовал то другой вопрос он записал видео до 5 причин чтобы переехать я так понял в деревню до всего да этот прям такие жесткие пять причин я посмотрела блин если честно чуть с этого с белого коня не упал когда смотрел просто для меня было шоком потому что я сам с деревни город которым я жил он называется город это исторический как бы центр пиками там это непосредственно как бы даже пель вроде как образовывалось там то есть это черный пермь великая сейчас многие ребята меня смотрят с этого моего города но численность населения этого города было три тысячи человек принципе ну вот сейчас где-то даже меньше трех но до этого когда я жил он даже пять был вот но помимо этого я постоянно был в деревне потому что вокруг нас окружали деревья деревни поселки и тому подобное да я постоянно был там в и рыбе вежая хавала и бубу это такие как раз от маленькие все поселочки прямо поселочки поселочки там но по 300 там человек там и меньше человек то есть как раз наверное похожее что-то вот как раз как у этого автора вот сразу заговорюсь мы никого не хотим обидеть и где-то даже если юмористически как-то это все подаю то есть это не значит что я пытаюсь как бы ну там человека задеть как-то и тому подобное просто рассказываю свою точку зрения он же сказал непосредственно видео но пишите в комментариях я думаю а что писать комментариях и маринке говорю давай видео комментарии запишем потому что ну блин человек так откровенно говорит и так уверенно что это вот прям вау прям вообще вот ты приедешь в село вау тебе все тут как бы но вот наверное сейчас мы решили дам слово потому что какие-то моменты и даже задели она просто живет с деревенским парнем то есть она периодически ездил со мной в деревню да как бы решим было со мной то есть даже где-то когда у нас не было этого туалета который как был час уже у мамы сделан теплый туалет как уже в доме непосредственно канализация проведена все это мы сделали но в тот момент когда дома не было канализации бегать на было в сторону сарайки и там подобное потом это все надо вывозить и 30 и вот как-то даже поучаствовать поэтому поэтому ну такие вот откровенно но кто живет деревне то есть для них это в принципе норма как бы ну ну вот вот так вот теперь вот сейчас маришка наверно какие-то моменты затронет и мы ну поедем ну как сказал автор что самый плюс большой это дешевое жилье в деревне ну для поселка для села как у них высказанных 300 человек покупать дом за 650 тысяч я думаю это нонсенс очень дорого тут же автор лукавида говорит что как бы я живу в селе но часть дома я продал и купил в центре да получается в районном центре для детей то есть он все равно получается не планирует полностью переезжать всего или на будущее чтобы у него был запасной аэродром вернуться то есть принципе это не коренной житель села который может с уверенностью когда я здесь вырос я здесь остался на примере саш можно сразу сказать что процентов 80 молодежи больше даже 90 до они уезжают не просто из села не из районных центров уезжают в более большие города мегаполисы мегаполисы а говорить что кто-то остается в деревне или в селе это вообще как бы нонсенс и возвращаться взрослым людям но еще взрослым там за 30 до как бы 30-40 это еще ну куда не шло но детям никаких перспектив нет и потом из этого села очень тяжело выбраться обратно в город обратно в люди и купил ты за 650 тысяч дом продашь ли ты его за эти деньги потом вот я хочу оговориться конечно дополнить марину вот я на своем примере ребята по моему поколению до чуть старше поколение чуть младше поколение то есть я могу отследить потому что кто-то стартанул и уехал процентов 80 и стартанул как бы процентов 20 осталось даже бы больше чем 80 стартанул и разъехали по всей россии то есть не то что там фильм москва питер то есть много ребят знаю кто куда разъехался и в принципе не возвратились никто но не возвратились то есть и у меня нет желания как бы ребят да у меня живет мама там у меня живет сестра там сестра живет но она всю жизнь с мамой жила то есть это комфортно живет там я пытался перетащить как бы она не нет 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 как бы это вот все тут моя мама как бы тут все как бы вот 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 и все готово я уже никуда то есть где-то когда там молодой человек такой как я уехал после там сразу от 18 лет я уж начало в армии уехал позами я уже ехал с целью целенаправленно что я сейчас приеду я уеду в город почему потому что побыв месяц получается дома даже меньше месяца я увидел как бухают вот реально просто бухают мои друзья то есть я пару пьянок с ними побухал и проснулся последний раз на сеновале побил кого-то парня я такой думаю прям проснулся на сеновале помню и думаю такое а первых это купили какую-то херь и у меня даже кровь пошла из носа проснулся глаза открыл на сеновале вот у себя лежу такой думаю зачем все я отсюда уезжаю если я сейчас не уеду то я здесь осяду и все хотя мне мама уговаривала у меня мама была тогда на хорошем счету она работала в сбербанке она получала очень хорошие деньги для нашего небольшого городка нагревом и те купим квартиру мы тебе купим машину ты только здесь останется все как бы все для тебя я говорю мама я говорю уеду в город ну даже ругались не так вот ну как бы я там прибираюсь чем там вокруг дома там делаю она вот и опять это начинает тему это что я собираюсь уезжать его мама я буду дворником работать но я буду жить в перми то есть я буду жить подальше тебя я буду самостоятельный как бы ну да страшно было страшно ребят вот реально было страшно и когда приехал было страшно но мы уйдем от этих метков это будет интересно мы расскажем об этом мы затрагиваем тему что человек который вот записал да не посреди автор вот это видео записал он лукавит то есть вот хотелось бы прямо так стать мы не пытаемся обидеть то есть мы пытаемся высказать свою точку зрения он же просил комментарии да ну вот видео ему записываем вот второй момент получается для марине вот я будем локацию менять до второй момент вот сейчас марина еще скажет какой из отдел то есть медицина вопрос о медицине даже в маленьких районных центрах находится только фельдшер нету специализированных врачей нету диагностики никакой то есть даже вот по судя по сашиному городу это город они едут в более большой город селикамск с детьми маленькими сами рожать нет роддомов представляете что творится в стиле да я просто не представляю я могу представить я попадал в аварию когда мне поломала машина меня сбила мой друг не сбил ну пусть земля могут пухом вот так получилось что человек ушел из жизни но когда у меня сбил это было как раз в селе мы приехали это удаленное село было деревня была практически вся отсутствовал то есть они были на мероприятия вот и получается от меня сбил молодой человек на машине на моей же причем как бы так получилось сломал получается меня пополам и я когда попытался найти доктора до прибежала женщина в возрасте она конечно молодец вот я всех куда фельдшер я с тех пор не видел прошло очень много лет это было 2006 год очень далеко от районных центров но это вот просто деревне село тоже домов наверно там численность также где-то 300 человек там у них вот такое поселение село она мне успела только поставить обезболивающий укол чтобы грубо говоря от боли я не загнулся потому что было сломано два позвонка там куча болячек на самом деле была куча всего поломана и меня на уазике на этом как сказать бортовом уазике кто понимает то есть деревне маленьких городов что такое бортовой уазик на бортовом уазике меня везли получается в районный центр привезли в районный центр положили в коридоре в коридоре при в коридор приходят заведующие получается больницы и говорит а у нас не работает рентген как бы ну выживешь до утра значит выживешь то есть это вот его знаете такой ответ и когда это услышал конечно охерел я позвонил в перми здесь перми по и получается уже ему через там полчаса звонил главврач по краю ставил ему как конкретно у них сразу там что-то заработало что-то меня положили в реним то есть это ладно у меня была возможность как-то в этой ситуации до воздействовать на этого главврача потом оказалось что это в главврач по образованию помогут патологоанатом и он меня когда получается гипсовал у меня чуть не убил ну что гипсал по книжке потому что у него не было получается должного образования и про него там я лежал да я когда лежал там ходили как бы легенды как он людям ноги и руки отрезают и это это уже это было шок просто человек экспериментировал как бы у себя в деревне вот экспериментировал получается на людях это районный центр а если взять село где вообще нету врачей это ребят и это ребят не один в это случае у меня много моих друзей приезжает от марины свидетель который приезжает с районных центров сюда им стоят такие диагнозы там вот человек который меня воспитывал виктор ванныч новомника у нас смотрит тоже ванныч привет ему ставили получается уколы и прописали таблетки которые ему поднимали сахар и давление против против больной против больной спины да они ему спину лечили в итоге они ему сахару так загнали это пол пол просто пипец давление так загнали у него там давление под 180 постоянно рабочее давление было то есть мы призываем переезжать не просто из села в районный центр а в город где численность населения ну хотя бы там 200 300 в городе просто ребят не дадут таким да тут тоже есть свои коновалы но тут здесь есть выбор врача ты не в одну больницу пойдешь в другую не в другой так вплатно все равно так или иначе выбор врачей большой и в принципе у меня брат живет деревне вот нам недавно приезжал его лечили непонятно чего у него была температура полтора месяца и они не смогли вам поставить там диагноз пока вот он не приехал сюда в перим а у них проблем было с почкой то есть вот принципе как бы да там это районный центр это блин ну город там численностью практически 3000 человек раньше был 5 и вот таких моментах понимаешь и самое распространенное что в деревнях сейчас происходит могу скажет только ты чё чистый базов там 30 а я вам скажу что инсульты и парты смертности именно как бы рак в деревнях выше сейчас по статистике чем в городе потому что пока до человека доедут пока до человека доедут в некоторых случаях инсульт или парта человек не доживает нужно него еще доехать мало того что надо некоторых селах еще и переправа есть а бывает еще скоро и знаете сейчас как работает то есть он из одного районного центра в другой районный центр перевести до более куда-то они в середине на церковь и привожу человека встречаются а теперь подумайте человек после инсульта который вообще ворочать нельзя его перекладывать ворочают и в принципе как бы шансы уже на его выздоровлением очень маленькие почему я остановился именно на инсультах инфарктах да потому что по статистике в деревнях чаще всего умирает инсульты инфаркты рак вот так вот я да да ребят я тоже раньше думал что блин но чистое же воздух 30 мы сейчас дальше расскажем почему так происходит образование бывает школа максимум 1 да на село ладно бывает школу ребят есть такое вижайка поселок ну по крайней мере это в районных центрах она может быть одна школа а из всех ближайших деревень поселок автобусами а машинами а раньше даже газончики возили туда или дети пешком идут несколько километров вализ лучших образований на детей даже такое было то есть какое будущее вы для своих детей выбираете это вопрос тоже относится ведь наше как бы все это наши дети наш вклад и если вы переезжаете в поселок село деревню то разведите для детей не говоря о детском саде до которого нет практически потому что его надо помещение содержать надо персонал это помещение должно обязательно соответствовать нормам условно вот у нас все слабо у него он картами также как настя у них есть логопедические группы где с ними занимаются профессиональные воспитатели с образованием логопеда плюс логопед то есть у них несколько раз в неделю есть занятия ночь с логопедом потянут плюс и воспитатели которые ежедневно общаются с детьми а у них есть логопедическое образование которое они как бы применяют на практике детей в группе намного меньше чем обычных детей 15 человек в среднем то есть с каждым ребенком занимаются индивидуально найдете ли вы такое в районном центре а тем более в селе сто процентов нет ну давайте вернемся к тому что ко мне деревне свежаяхи так как у меня там было пол по уезжаяхи только родственников ребята которые приезжали военкомат ну вот вставать на учет когда перед тем как там какие-то комиссии проходить наши городские ребята их обижали постоянно то есть я как бы за них заступался то есть каждый практически там ну я уже свою деревню за пол стол как моя была деревня родная и ребята когда обижали они шли ко мне и так как я был парень такой тоже немножко ушло и своей деревне в своем городе как я за них заступался чтобы как-то и там на деньги не стали в то время не знаю как сейчас почему деревенцы обижают на диме учебе обижают опыта учились одним как-то глумились как будут они не могли освоиться они держались обособлен то есть они держались они привыкли в своей деревне там в трех соснах так сказать общаться когда приезжает город им очень тяжело адаптироваться вы представляете как бы ну пускай даже районный центр это уже районный центр это уже получается как бы уже большой город такой дальнейшая социализация детей в большом обществе жилой очень тяжело потому что там вот они в деревне как-то не больра скопчены они приезжают город их не понимают то есть у них происходит получается недопонимание с местными вместо начинает над ними глумится и от получается вот деревенскеник вот поспал куда приезжают они пучкуаницу так-то знаете как бы там кучка с этой деревне кучка с этой объединяется и как то что вот чтобы сошел деревенский парень как-бы вот социум как бы городских а был единичный случай вот но как бы на моих примерах то есть я же учился и школе учился в пат。у. т.е. ну вот у нас то есть В институте, ну, у нас там не было института, я уже на другом учился, но смысл остается за смыслом. Но, понимаете, ребят, очень тяжело детям как бы адаптироваться в окружающей вот этой среде, когда приезжает ребенок поступать в более крупную школу, чем... А там особенно в деревнях начальные обычно там школы, да, а потом их уже как бы начинают возить, получается, уже в среднее образование, да, правильно я говорю? Да, начальные, в среднее образование. А сейчас многие школы переходят на душевое по финансированию, то есть если у них не набирается конкретного количества детей, а в селах и поселках оно не набирается, то есть эти школы, они укрепляются, выделяется им автобус, пазик, да, и их возят, в принципе, из одного поселка в другой или вообще как бы в районный центр. То есть в принципе дети как бы... Да, то есть что касается развлечений, там, контактных зоопарков, мы сейчас позже остановимся, то есть мы сейчас вот именно про образование говорим, это очень большой и жирный минус. То есть получается вот уже вот несколько плюсов, да, которые назвал вот этот автор, да, они превратились в минусы для детей, то есть для него-то они как бы плюсом, да, то есть сэкономил деньги, сэкономил бабла, как бы, да. Никакой вот дополнительного развития ребенку, никаких секций там нет, никаких, в принципе, ну, дополнительных, да, развивающихся. Да, развивающихся мероприятий для ребенка нету, понимаете, то есть, да, для себя-то как бы хорошего, то есть может быть это и заебись, как бы... Хорошо, да. Пик, сделаю пик. Вот. А для детей это очень большой минус, то есть как бы как дальше детям адаптироваться, как дальше детям жить, то есть, ну, ну, как бы и так сойдет автор, я так понимаю. Дети, получается, в селе предоставлены сами себе, у них нету. Ну, если раньше в крупных этих были еще какие-то эти... Кружки, мероприятия, танцевальный как бы ходил, я, ребят, танцевал, у нас был кружок рэп-дэнс оф бест, мы ездили, танцевали по разным деревням, и девчонки меня очень любили, в то время мне было 13-14 лет, я сам вагулярный был там вообще просто, девчонок нашего возраста, о-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. То есть сейчас это все вымерло, потому что за это надо платить. В деревнях зарплаты нет, а это четвертый, да, пункт. На чем люди зарабатывают? Вернемся к автору. В каком-то из роликов он рассказывал о своей зарплате, то есть он живет на пенсию, плюс деньги с ютюба и собственное хозяйство. Это три способа заработка, которые он видит в селе, да, получается, в принципе. И максимально возможные способы заработка, получения дохода именно в селе, поселке, деревне. Но он забывает опять указать, что процентов 80 он получает от ютюба. Ну вот забывает он как-то про это сказать. Ну вот прям он как-то обходит это стороной. Ну, откуда я знаю? Ну, ребят, ну я знаю. Ну я сам на ютюбе два канала держу. Ну, ну я-то знаю. И вы видите, он как-то вот мягко это обходит. А если человек ютюбом не занимается? Да. Этот заработок отпадает. Если у человека нет инвалидности, да, он еще в возрасте молодом, то у него нет пенсии. И этот заработок отпадает. Остается что? Сельское хозяйство. Сельское хозяйство. Но его реализовать в магазинах или так? Очень тяжело, ребят. Очень. Это просто, ну вот. Приходится, если ты даже корову держишь, ты ее будешь сдавать оптом по дешевой цене. А ее кормить надо. Ее надо поить. Заня надо ухаживать. Все надо косить. Все надо заготавливать. Каждое утро ее доить. То есть, каждое утро. Вот у меня тетя по земляю будет пухом. Она жила, две коровы держала. Она держала реально, да, тетя Валя? Она прямо сельское хозяйство, вот подсобное. Она продавала, она держала, как бы. Ребят, она вставала в 5 утра каждый день. Она ложилась практически в 11-12. Да и много на корове не заработаешь. Помнишь, мы в прошлом году через твою маму покупали мясо. Мы покупали 1-4 часть туши. Ну, пробовали заготавливать как бы на зиму. Нам не пошло. То есть, нам легче прийти в магазин, купить вот свеженькое, парное. Сейчас очень много магазинов, где продают деревенское. В принципе. Полно. Просто полно. И даже реализовать, понимаете, это не всегда получается, потому что сейчас есть конкуренция. То есть, вот рынок вот этой вот продукции, вот эта деревенская, он уже как бы большой становится. Ну, то есть, смотрите, мы купили 1-4 часть туши за 20 тысяч. То есть, максимум, это как бы цена достаточно дорогая для, как бы, покупки вот этого мяса, потому что мы покупали не оптом, а вот именно одну часть там, заднюю, да. То есть, в принципе, корову они продавали за 80 тысяч, а когда они сдают ее оптом, они ее максимум за 50 сдадут. Но вырастят они. Чтобы вырастить корову сколько надо? Да хера надо. Потому что ее же года 2-3, наверное, чтобы у нее мясо было нормально. Поэтому, ребят, специально я остановился, локацию такую выбрал. Мы находимся в 5 минут от нашего дома. Давайте я покажу. В частном секторе. Да можем доехать, давай до этих, доедем. До коттеджей. То есть, в частном секторе очень. Нет, зачем коттеджи? Коттеджи, да, мы показать можем. Тут, блин, каждый мерится с пичкой своей, у кого коттедж круче. Поют птички. Там лес. Вот если вот буквально там 10 минут пройти, там лес уже начинается. Мы ходим, кто нас смотрит постоянно, в курсе. А вот там наши дома уже идут в высотки. Вот там наши дома идут в высотки уже. Не видно. Ну, отсюда, наверное, скорее всего не видно. Но я специальную локацию такую выбрал. Без сальца, ребят, и жизнь не та. Сало такое. Деревенское. Да. Сало печеное. Я, кстати, перебиваю, тебе был вкус. Просто без сала я вообще суп есть не могу. Чесночок деревенский. С дачи бабушка привезла. Так что, живя в городе, можно есть и натуральные продукты. Тоже дачные. Деревенские. Что, будем переезжать? Сло. Свиньи убивать. Растить. Лук выращивать. Да я думаю, что не обязательно, ребят, это делать. Знаете, что в магазинах на сегодняшний день можно купить не очень хорошее. Что в деревнях? Потому что, как мы возвращаемся к этому вопросу, закупают в одних магазинах, оптовых базах и тому подобное, зачастую продукты, которые закупаются для кормежки животных, они не очень качественные. Да, здесь картошка, сейчас многие скажут, у нас белка, картошка уходит для свиньев, коров. Да, да, это факт. Мы когда жили в деревне, мы тоже держали свиньи. Это так. Но, когда корма, корма подобное, все равно закупается. Вкусно. Ребят, вкусно. Жена просто супер. И не надо было мне ехать в деревню и сказать жену, чтобы готовила вот такой суп, который прям в ложках стоит. Ммм. Держу кулинарный канал. Но, нашел в городе воспитание довольно шикарное. Я доволен, что нашел такую жену. Нет, я честно говорю, я не люблю. Нет, честно тебе говорю. Давай ближе к теме. Еще плюс. Житья в городе. Проживание по сравнению с селом. Давай про развлечения. Автор канала сказал, ну, речка есть летом. Что еще? У нас тоже есть. А я нашел. Кстати, да. Ну, зоопарк контактный. Из домашних животных. Да. Ну, смотрите, ребят. Я не хочу с никого обидеть тех, кто переезжает в деревню мужиков. Но зачастую, как опыт показал, у меня есть такие два знакомых, которые перебрались все-таки в деревню. Но они зачастую ездят все-таки в город зарабатывать. Мужики уже после где-то 30 лет начинают пытаться самореализоваться. Сказать себя настоящим таким брутальным мужиком, что я могу в деревне дом построить, вырастить в сенее 30-е. Но они забывают, что они обещали своей жене. Они забывают спросить своих детей и жену, а надо ли это им. Потому что мужики зачастую эгоисты. Ну, это я как бы это воспринимаю, потому что я такой эгоист. И мужики тащат своих жен и детей, не думая абсолютно, как бы, а как жене там будет. Что, хочется ли жене там впахивать. А как детям там будет. Хочется ли им там развиваться среди белок, там, зайцев и тому подобное. И, соответственно, какое может быть развлечение в деревне? Конечно, его нет. Какое развитие в деревне или в селе? Его нет. А здесь в городе дети развиваются. То есть, они учатся, у них есть средства коммуникаций. То есть, они могут спокойно выходить в интернет, что нужно узнать там. Либо же идти к преподавателям, либо идти в зоопарки. У нас есть куча контактных зоопарков, которые, в принципе, стоят не очень дорого. Сейчас цены, в принципе, демократичные такие. Потому что, раз зарплаты у людей падают, то есть, соответственно, те, кто занимается вот этими контактными зоопарками, они тоже так же пытаются эти цены урегулировать, чтобы люди ходили. Потому что им надо, чтобы они тоже зарабатывали. Поэтому это не так все дорого. Ну и сходишь, ну раз, два ты в год сходишь каждый день. Но это неинтересно ребенку каждый день общаться с животными. У нас дома кошка. Ну да, Славик ее гладит, играет. Но этого достаточно. Я не думаю, что каждый день ребенку интересно там потрогать поросенка или кролика подержать на руках. Вначале это как бы может быть интересно, а потом, когда ты понимаешь, что на тебя эти функции как на ребенка складывают, а потому что постепенно в деревне на детей как бы старших складывают функции помощи. Да, иди покорми животное. Да, иди покорми его, убери и тому подобное. То есть это уже становится невесело, это уже становится в тягость. Дальше. Что касается опять же одежды для жены и тому подобное. Да, ребят, не буду скрывать, что у меня есть такие знакомые, которым на срать как выглядит жена. Ну на срать, вот реально. Ну вот она ходит, я прихожу в гости, да. Ну как бы, ну ходит там с драным, сраным. То есть как бы она не заморачивается, она понимает, что это образ жизни и устраивает. Ну такой, как вот я, да, допустим, мне надо, чтобы моя жена выглядела себя классно. То есть мне надо так, чтобы я ее любовался, я ее любил, чтобы она оставалась для меня женщиной. Я ей обещал, ну, дать все. Я ей даю все, я ей даю все, да, как бы, то, что я обещал, даже больше стараюсь давать. Вот. А перетащив ее в деревню, получается, загнав ее в те условия первобытные, которые, ну, можно ее загнать, да, это получается свое обещание, это обещание-то нарушил, когда она была молодой, красивенькой, там, 30-х, когда я пытался замыть, как-то свои сети, да. Поэтому, наверное, я не сделаю такого шага, как перевозки своей жены, как бы в деревню. Да есть смысл экономить, что на деньгах лежать и жить там. Кстати, вот жена, она раньше была точно такого же мнения, ну, деньги под себя, надо деньги под себя. Ребят, жизнь, она дана один раз. Вы должны для себя ее понять. Вот прям, ну, вот ты живешь здесь и сейчас, а завтра может и не быть. Ну, даже может через час поменяться в жизни все так кардианально, что от тебя ничего не будет зависеть. Поэтому копить какие-то деньги там и под себя там нагребать кучи, как бы, как в мультике-то там, где она там, это, копытцем-то колотила. Да и в деревне много не накопишь денег, мне кажется. Да и, ну, хотя многие... Да, фермы, кто держит крупные, вот у меня знакомые есть, которые держат фермы крупные, да, они действительно зарабатывают, но у них очень много людей впахивают, то есть они не сами работают. Есть, как бы, люди, определенный персонал, который работает, то есть это поставлено на поток. Ну, то есть один из деревни зарабатывает, а остальные впахивают. Впахивают, да. То есть, и, соответственно, мы возвращаемся к тому вопросу, как сказать, видеоблогерства, инвалидности. Я нисколько не пытаюсь сейчас обидеть. И заработка на курах и тому подобное, то есть, ну, смешно. А давай вернемся к чистому воздуху. Чистый воздух, он есть везде, абсолютно. Да, в деревнях его почище и побольше, но тишина для кого-то. Опять же, мужиков, которые, я говорю, повторюсь, что они как эгоисты, то есть, вот у меня здесь все бесит. Тут очень шумно, тут все суетно, надо переезжать. Не в каждом крупном городе есть ведь спальные районы, где нет такого движения. Мы жили, получается, больше 15 лет мы жили в центре, в самом центре города, то есть, мы поменяли центр на спальный район. Причем у нас город миллионник. Ларина покажет из окна, то есть, у нас лес, у нас все вот там, пожалуйста, без. Вы видите, там уже... Мы там бегаем, ходим. А с другой стороны дома у нас кама. Течет, то есть, рядышком лес и также кама, то есть, красивая вида и запах. И утром, когда мы первый день проснулись в этом доме, когда первый раз проснулись, вообще, как бы, мы были поражены, что птички поют, как бы, что воздух чистый, ушки летают. Ну, прямо вот заезжаешь в спальный район, получается, где нет заводов, где нет такого интенсивного движения. Не поражаешься. И получается, здесь такой же чистый воздух, птички поют, и не надо ехать в деревню, так сказать, чтобы получить это. Что ты собирал, то есть, пожалуйста, все для тебя. Да и в окрестностях больших городов есть леса, куда можно съездить, отдохнуть, так сказать. Саша одно время ездил на охоту. Хочешь, ездить на рыбалку. Все рядышком. Ты не напрягаешь постоянно. И не надо жить для этого в деревне. Да и заработок, ребят, в городе намного больше, чем, ну, как мы уже пришли к тому, что в деревне. И ты, соответственно, можешь себе позволить какие-то развлечения в жизни. Потому что жизнь, я повторюсь опять, она очень короткая. Вчера мне еще было 15, а сегодня мне практически 40. И хочется, как бы, от жизни, ну, по крайней мере, не все, да, но максимально комфортно для себя взять. То есть, отдохнуть, не просто проперживай воздух, как бы, сидя в одном доме, то есть, и, как бы, кормя свиней, как бы, кормя свиней, зарубаешь свиней, кормя куриц, зарубаешь куриц, бычков, забиваешь бычков. И вот у тебя каждый день вот это вот. Да, и раз в год съездил отдохнуть, да? И представьте, ребята, вот вы сели, ну, как будто вот со стороны девушки в 20 лет, муж в деревне, да, села с городская, глаза открыл, и тебе 50. Блин, все то же самое, куры, свиньи. И что? Жизнь прошла. И жизнь прошла. Я говорю, что мы все проживаем одинаково жизнь, что она у всех рано или поздно оканчивается, но просто кто-то проживает ее, как-то пытаясь взять от жизни многого хорошего, как бы, интересного, а кто-то, ну, как бы, вот. Ставить себя в такие рамки, что жизнь проходит однообразно, да? Да. Я, наверное, этого, ребят, больше испугался, когда жил в Чердине. Потому что я подумал, блин, если я буду проживать каждый день так, как я сейчас проживаю, меня у нее садят с ума. И Маринка знает, я такой человек, я пытаюсь всегда разнообразить нашу семейную жизнь. Во всех смыслах. Да, рыбриишки. Не могу я ее загнать в риту, не могу, просто у нее с ума садится, я увижу, ну, вообще, в галошек. То есть, возвращаемся к заработку. На сельском хозяйстве много не заработаешь, ты его должен вырастить, а потом еще попробовать реализовать. Если у вас 300 человек, это все надо тоже куда-то реализовать, а плюс оставить, как вы говорите, для себя поесть. А в селах и деревнях обычно семьи большие, получается, большая часть выращенного урожая остается себе, а не на продажу. Если ты растишь на продажу, то ты должен, ну, пахать, так сказать, с утра до вечера, чтобы что-то заработать. Помимо этого, надо же еще, как бы, ну, где-то зарабатывать деньги, да, как-то жить. Ну, не знаю, ребят, вот я общаюсь с деревенскими, к нам приезжают, ну, при Марине мы сидим, пьем чай, как бы у меня, как бы, болтаем. Там более крупные поселки, куда зашла пятерочка, там, либо магнит, они вообще уходят от молока. Вот он говорит, у них там Ныраб, да, это же небольшой поселок фактически, да. Он говорит, какое молоко, помнишь, да, такое же молоко, как бы сметанка, 30-30, вы всю жизнь на этом жили, а они держали все время всех коров. Он говорит, ну, давно уже ничего не держим, нахер, говорит, нужно. Это невыгодно, это физическое, как бы, получается очень тяжело. Нагрузка большая, говорит, ну, не, это, говорит, вот когда с детства ты напашешься, ну, нахера, говорит, она мне нужна. Я пошел молоко взял. Он берет молока, в котором нет молока, молока, ну, вот он берет Нытвинское, которое там, ну, нет молока, как бы, там, химия, да. Ну, и Ныраб, потому что выбора в деревне. Он говорит, а у нас нет выбора, это мы возвращаемся к раз продуктам, он говорит, мы ездим, закупаемся оптом по всяким скидкам, 30-е, да говна закупается. Потому что вот по этим скидкам у вас вообще выбора никакого нет. Вот стоит какой-то там в районном центре магазин, да, типа пятерочки, и там нет выбора нормальной еды, то есть нормальной конкурентной еды, то есть там везут, как бы, определенного качества муку. Там нет выбора, там, вот между вот этой мукой и вот этой мукой. Там нет выбора между вот этим сахаром и вот этим сахаром. Там нет выбора никакого абсолютно Ты покупаешь то, что подешевле Что лежит на прилавках Потому что изначально Вот эта сеть Они рассчитывают туда привезти Подешевле, потому что Есть покупательская способность Они понимают, что если мы привезем сахар Допустим, нормальный, но по такой цене Его брать не будут А если мы привезем по такой цене Херовый, его сметут И так и получается Потому что когда маме я задаю вопрос Она говорит, что я колбаску ел, а какую ты колбаску ел Она мне называет, там колбасы нет Ребята, я знаю просто Я говорю, так мы ее в пирме не берем Ни один пирме не возьмет Он знает, что там А у нас, говорит, нормально Хорошая И так и получается Вот мы возвращаемся К раку и тому подобное Заболевания Плавно возвращаемся Мы называем вот эти пункты Плавно возвращаемся к этому питанию Так питание-то еще хуже в деревне стало Чем раньше Если раньше действительно был Подножный корм и тому подобное То сейчас корма Половина для кур и тому подобное Закупается А закупается уже химией То есть уже удешевленный продукт Который посыпается там Куром Там 30-е Да, вы скажете Пшено Да, это тоже Но большинство Кто держит сейчас фермеры 30-е Они закупают Просто берут комбикорм Там изготовленный уже конкретно мешками Там кто свиней держит А комбикорм Да, вот как раз возвращаясь Кто понимает О чем говорю Понимает И вот этим кормят А потом вы это едите А мало того Что я когда узнал Как борется с колорадом в деревнях Ну это колорадский жук Проще говоря Они картошку перед тем Как садить Моют в химии специальной В деревнях То есть они говорят О, так это Колорадский жук не будет Да, вы можете у соседа В деревне купить Такую картошку То есть он не расскажет Что он ее помыл Картошку так А зачем вам рассказывать Ему же тоже куда-то продать Она стоит Это химия копейки Но он моет Как бы Вот ее помыли Как бы И все Посадили Говорит А зато она растет хорошо И колорада нету Так, а сейчас знаете Какая Вот в Московской области Очень распространено Вот эти частные фермеры Которые выращивают На продажу У них отдельно стоят Теплицы для себя Теплицы для себя И отдельно Теплицы на продажу Причем Теплицы на продажу Там вот такие вот Помидорки Крупные Красивые Но они их не едят Но они их не едят Приезжает подруга И говорит Я срываю помидор И мне говорит Ты зачем сорвала Это на продажу Я сначала обиделась И думала Что мне пожалели Этот помидор А оказалось Как говорит автор Огурцы 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 Грибы И тому подобное То есть зачастую И в связи с тем Что они в городе Не живут И не интересуются Что за Е211 Даже не собираются Интересоваться Что этот Консервант Вызывает рак Он запрещен Во всех странах В России Он тоже считается Опасной добавкой А они херачат его Причем Не просто херачат В определенных количествах Они его на глаз Херачат И я таких примеров Массу знаю И я был удивлен Что блин В деревнях Сейчас Химия зашла Больше Чем в городе А еще плюс Как бы В деревнях Покупают Вот эти средства Для мытья посуды Стиральные машинки И сейчас Я задам Вот вопрос Тот тоже Живет в деревне Он говорит У меня земля Классная Третьядесятая Ты куда смываешь У тебя что Центральная канализация есть Ты смываешь Землю У тебя есть котлован И туда все уходит А в земле Как вы обычно любите говорить Да там как фильтра Все вычистится Земля как фильтр Это потом идет Обработка твоего огорода Это идет в речку Которая рядышком течет В ручейки Подземные речки И тому подобное Это седает В землю Которая портится Так и где чистая земля-то Вот здесь в городе Вот мы сейчас находимся Специально я приехал В частный сектор показать У них и то есть Центральная канализация У них есть свои огороды Но Земля не заражена Порошками Стиральными Посудомоечными Порошками Разными Разными Химикатами Которые мы используем В бытовых целях Вот и все А у вас используются Откуда я знаю Да я сам с деревни Еще раз повторюсь Я сам с деревни Я вот блин Вот родился в деревне До 18 лет прожил там И деревню знаю От и до И своим детям Он не желает Да ни за что Я никогда не повезу Ребенка жить в деревне Ни за что Ребята Если ты хочешь свежий воздух Съезди на дачу Купи дачу Он дачу купил Там 10 километров От Перим Даже меньше Да езди Наслаждайся Да вот В частном секторе Хочешь купить дом Коттеджем Просто я не специально Маринка говорит Давай-давай коттеджи Я остановился на первой линии Вот тут несколько линий Где вот такие домики Простенькие Которые стоят Ну недорого Просто недорого Тут половина дома Стоит там Ну порядка Двух с половиной миллионов С землей Который как раз Этот Купил половинку дома Наверное Такую же купил По размеру Как здесь половинки дома Он коттедж купил В селе Коттедж Коттедж Для меня опять же Ребят Коттедж Для меня такое понятие Вот есть дом Вот просто дом Вот он купил дом А коттедж Это Ну реально Коттедж Когда ты приезжаешь Там оборудовано Все для тебя Несколько этажей Да А все что остальное Это просто дом Который ты дорабатываешь Ребят Марина хотела дополнить Что-то по образованию Там Она говорит Надо дополнить Прямо Вот исполнила Экстренное включение Мысль пришла Все равно Когда дети вырастают Да Заканчивают школу Каждый родитель Пытается дать ему Высшее образование Ну хотя бы Среднеспециальное А это образование Можно получить Только в большом городе Поэтому ребенка Ты отправляешь В большой город А чтобы ему Где-то жить Сейчас общежития Практически не предоставляются Мало у каких институтов Есть общежития Если они есть То минимальное количество Кои Вообще сейчас Общежительское Типо Как бы Он отходит То есть Наше государство Всячески пытается Снять ответственность За именно Общаги Вот и тому подобное То есть Оно отказывается От этого А поэтому Минимум Снять квартиру Однокомнатную В городе В центре У нас В Перме Стоит 15 На окраине Это 10-12 тысяч Комнату Вы минимум Снимите Там За 7 тысяч Ну 5 Это найти Вообще Жопу Там Да Можно на окраине Ну плюс Еще коммунальные услуги Вы все равно Будете платить Постоянно Ездить Плюс Дорога Да И Человек Который вырос В селе И зарабатывает Минимум А как мы Выяснили Что заработать В селе Практически Невозможно Не имея Как бы Ну имея Своих Нет предприятий Либо лесом заниматься Лес идти валить Незаконно Или там Законно Сейчас законно Китайцы в основном валят То есть сейчас Все вот эти лесопилки Наши отечественные Они отходят То есть наше правительство Делает так Чтобы закрывались Сейчас все китайцы В основном землю Выкупают За копейки То есть считайте Вот у вас расходы Это чисто даже На съем Жилья Будущее Для детей Да Чтобы они получили Высшее образование Ну конечно Если вы планируете Что ваши дети Всю жизнь проживут в деревне Да Ему высшее образование Не нужно Он будет Палкой бегать Да Пасти коров Доить коров С утра И вот Если вы своим детям Желаете конечно Такого будущего Что утром встал С пяти утра Начал Почесал Пошел белке в глаз Попал Как бы Ее пожарил на костре Как бы Ну да В принципе нормально То такой навык Конечно высшего образования Не надо Но в деревне В принципе не пригодится Если Процентов 80 Даже людей Которые живут в селе Или в деревне Желают своим детям Ну будущего Так сказать Чтобы они самореализовались Это получение Среднеспециального Высшего образования Которое возможно Только в больших городах А поэтому расходы Сейчас само образование Часто бывает платное Плюс снятие аренды жилья И это тоже Я бы сказал Что специально Выходит на платное образование Государство снимает Все функции бесплатно Ребят Учтите это Сейчас поступить Очень тяжело И с каждым годом Все это тяжелее Тяжелее становится На бесплатный Именно бюджет Вообще просто Становится на некоторых вузах Невозможно Дальше вот Маришка Вот задай мне вопрос такой Саша Вот ты прожил всю жизнь В частном доме Мы купим в Перми Частный дом Да Саша Мы купим в Перми Частный дом Нет Я пожил в частном доме И чтобы содержать Свой частный дом Чтобы он был всегда в порядке Надо Работать Работать Ребята Снегогреби Прибери Подколоти И самое интересное Кто живет в частном доме Он знает Что если за дом Ты следить не будешь Дом развалится То есть вложение В частный дом Намного больше Чем в квартиру Ты в квартире Сделал ремонт И хватит там На 10 лет И забыл В частном доме Ты должен постоянно Следить где-то Чтобы у тебя не пошел Грибок из этого Деревянный дом Чтобы у тебя где-то Не подмывало его Чтобы он не трещал 30-й Таких моментов Миллионы Просто В частном доме Можно с утра И до вечера Что-то делать Вот Да я по себе знаю Ребят Просто заколебывался Ну вернемся к тому Что Марина Мне сейчас напомнила Говорит Ну Саша А скажи О безработице Из-за Нече делать Почему молодежь пьет В деревнях Я ребят Был поражен На самом деле Когда я приехал в город Вот И честно говорю Я думал Что в городе Девушек нет Ну в плане того Что я думал Что в городе В то время Ну как буду говорить Честно Я думал Что в городе Жизнь половая Начинается Ну так как Еще больше Девушек Парней И думал Что половая жизнь В городе Начинается гораздо раньше Чем у нас Потому что у нас Вот в 15 лет Там в 14 Я начал уже Как бы Кто понимает Да Понимаете И соответственно Как бы девушки Это как бы У нас возраст У нас весь Вот такой вот был Как бы Очень рано И как бы Это ну факт От этого никуда не уйти Что Именно в маленьких городах В маленьких деревнях От неча делать Ну начинают экспериментировать Вот так скажем Очень рано Молодежь Я был удивлен Что в городе Познавать зарослую жизнь Да В городе Как бы От того Что у молодежи Есть чем заниматься Им здесь Как бы Ну и вроде как И нету Время до этого Я был поражен Что да Действительно В городе Молодежь Не этим занята Вот так скажем Вот А у нас В деревне Так как нечем было Заняться Да В маленьких городах Мы очень рано Начинали бухать Очень рано Ребята Курить я начал Вообще лет 13 Что ли Там Или в 12 Я даже не помню И соответственно Половая жизнь Как бы Половая созреваемость И жизнь Она начинается Очень рано Это все От фактора Что нехер делать Просто нехером Заняться молодежи Поэтому молодежь Находит себя Вот в таких вот моментах И я не вру Вот Марина Как бы Свидетель То есть у нас Есть знакомые Которых Дочки Там начинают В деревнях 13 лет гулять С молодыми людьми И она вообще Была поражена Когда она приехала Со мной Ей было уже 20 лет К моей маме А моя сестра Ей было На тот момент Нет Я приехала Мне было 19 А Наташа Была 16 Она уже замужем была Да А нет Подожди Нет Мы еще не были Мы готовили свадьбе А на сестре Было 16 И она жила С парнем Которым У нас в доме Уже жила Которому уже было Лет 20 с лишним По 30 уже было Нет На тот момент С другим жила А ну да Потом она уже Начала жить То есть для меня Вообще было шоком Что девочке 16 лет И она как бы Мама разрешила жить Открыто Как бы Ну как муж с женой То есть они живут Это нормально Для деревни Ребята Это нормально Для маленьких городов Это норма Да И причем мама говорит Лучше пусть под моим надзором При мне живут Чем непонятно Где и как Чем занимаются Для меня конечно Это было шок Не я Не мое окружение Не мои подружки Как бы Ну у нее все подружки После 20 лет Вышли замуж Да 19-20 Ну просто Она первая вышла замуж И все как бы Ну как бы Вот они дождались Своих мужиков Это у них такое поколение То есть они не намного Ну как бы Младше нас Или как сказать Не так мы Одного возраста На год разница у нас В принципе да Саша у меня старше на год Но сестра у него Младше меня И для меня конечно Это было шоком То есть у нас в городе Это ну не принято Это как бы Ну и выглядело Это не совсем красиво С моей точки зрения Поэтому и здесь У Марины брат Он был как бы Младше Ей поколение Я как бы с ним общался Постоянно Как бы ему какие-то Советы давал Потому что Ну мы жили одно время Вместе все получается Мы жили у Марины Мамы Вот И я с ним общался Я видел как общаются Парни Как бы То есть И какие интересы у них Он ходил на какие-то Кружки определенные Он ходил Занимался математически Какие-то кружки посещал Робототехники Какие-то И в итоге Он стал Ну учиться По направлению Красно вооружения То есть Он хороший Получается Специалист в области Инженер Инженер Он какой-то там Именно По пушкам Третья-десята То есть Он развивался У него все занятия Это вот Были связаны Именно с Как сказать Повышение своей Вот именно Какой-то Калификации Не знаю Как это правильно Ну не знаю Саморазвитие Человек занимается Саморазвитием И в итоге Вот сейчас держит Какой-то свой Небольшой бизнес Он как бы Работает И он старается В жизни все продвигаться Он такой живой человек Именно То есть Ну у него Не было интересов Как бы Пойти побухать Я вообще Сколько с ним разговаривал Он как бы Так вот так Да Покурил чуть-чуть Но чтобы бухать Там или там Идти там Блясать Не было Компания Они выпивали Как бы Ну чуть-чуть То есть Но я не видел Пьяным с раным То есть Такого-то не было Что зачастую В деревне у нас было То есть Нажрались просто Ребят Причем пили Как бы Самое дешевое А кто сейчас Смотрит меня Деревенский Они наверное Помнят Шнягу Такого Вот эту шнягу Раньше продавали В домах То есть Причем Как бы Полиция знает Об этом Но не трогает То есть Вот определенных Домах Вот есть там В маленьких городах И небольших Поселках Там деревнях Есть свои Как бы Эти Бароны Алкобароны Которые Продают вот эту шнягу За копейки Из-под полы И соответственно Это и молодые пьют И пожилые Потому что Им тоже заняться Нечто Без зрения даже было Оставались молодые люди Потому что Непонятно что Почему Я говорю Я помню Когда у нас пьянка была Это наверное Самая большая пьянка была После этого Я вообще Немножко употреблял А сейчас уже Напомню Что я вообще Лет 7 уже Не пью Не курю И до этого У меня не было С алкоголем Никаких таких проблем Я как бы Не любил Когда никогда Это вообще алкоголь Но То что Я помню Мы пили из огурцов То есть Ну как Мы же в Дериенске Это соответственно Нам стопки не нужно Мы брали огурцы На грядках Огурцы изнутри Выковыривали Туда наливали Водочку Вот эту шнягу Как бы Ее выпивали Огурцы тут же закусывали Тут же лучок зеленый Ну в принципе Кто из деревни Они понимают О чем я говорю Но я помню Что последнюю рюмку Вот эту закидывал Я как вот На лавке сидел На Труйской горе У нас на месте Труйская гора И так назад себя и упал И больше ничего не помню Утром проснулся Как раз мне сказали Что я подрался Парню там морду набил Ну и соответственно Я понял так Что на этом сеновале Лежа Что надо Надо как бы уезжать отсюда Потому что я сопьюсь То есть В деревне получается Самореализация Происходила за счет Распутного образа жизни Скажем да Гулянок И в принципе Цель была Чем больше девчонок Как бы ты приходовал Ну тем как бы Ты круто Каждый хотел повзрослеть То есть Если в большом городе Ты можешь самореализовать Я сужу даже Ребят по своей дочери Да Допустим У этой 15 лет Она занимается обучением То есть Она занимается там Программированием сама Она занимается там Готовится Стать врачом То есть Она сама берет Какие-то книги Она берет Электронные Я имею ввиду Берет Изучает все это То есть Ну чтобы такое Да Приходят молодые люди Ее друзья То есть Они уходят Гуляют Но это выглядит все Ребята Вот настолько Как бы спокойно То есть я чувствую Тве моменты Когда не дай бог чего Я эти моменты чувствую Сразу просекаю Да И здесь я эти моменты Эти не вижу Я поэтому спокойно Да Какие-то моменты Так она уже взрослеет Но бывает у нас Но я стараюсь Не разговаривать Объяснять То есть Ну как бы Чтобы не ребенок Не летал где-то там В каких-то облаках И мог здраво Рассуждать Здраво Мыслить Вот Поэтому я наверное думаю Сейчас у Маришки Еще там какой-то вопрос Вот был у нас Просто мы уже Много вопросов На самом деле Уже причин-то Уже больше привели Почему не стоит Уезжать в деревню То есть я повторюсь Это скорее всего Такое Самореализоваться Какому-нибудь Мужку охота После там 30 Там либо же Ну просто утащить Мне кажется Если он не смог Себя самореализовать В городе Он и в деревне Не самореализует себя Да Это уж последнее Куда можно ехать То есть если ты не смог Заработать себе На квартиру в городе Или на дом на частный Да Или на частный дом Раз тебе так хочется Ближе к земле быть Ты едешь туда Где дешевле Где ты за копейки покупаешь Причем игнорируя то Что ты жене своей обещал Все-таки В первую очередь Жене своей обещал Что ты будешь Составлять достойный Образ жизни Мы ни в инстаграме Не пытаемся обидеть Вот тебя Ну не знаю Ты же на сцену Будешь смотреть И по инвалидности Я не хотел никак Тоже обидеть Потому что Не сам же ты захотел Вот так вот И произошло Просто Наоборот Я даже желаю тебе здоровья И долгое-долгое лето Как бы Вы понимаешь О чем я говорю Если ты верующий человек Вот Ну просто Как сказать Когда кричал Вот так вот Топ-5 причин Почему стоит Переехать из города Ну я наверное Думаю Что ты должен был Назвать Так как ты сейчас Живешь уже в деревне Ты столкнулся Как бы Получается С этими проблемами Ужасными проблемами Ты должен Как бы Их называть То есть Ты должен сказать Вот топ-5 Да как бы Но я вам в конце Как бы Расскажу причины Почему Ну не стоит Как бы Задумайся 10 раз Потому что Ведь многие люди смотрят Да И они Начинают зависеть От твоего мнения И Представляешь Человек стартанул Да И Некоторые даже Необдуманно поступают То есть Потому что Переходный возраст У мужиков Да Там В 30 лет Начинается переходный возраст И кто меня смотрит Вот большинство мужиков Они знают Что начинает человек Задуматься о жизни Мужчина У него так он построен Каждые 20 лет Начинает Психология такого мужика Он задумывается о жизни О смерти О вечном Как бы Что он после себя оставляет Что он зарабатывает И получается Вот в этот период Мужики начинают творить Очень много делов Нехороших То есть И гулять начинают То есть Зачастую И бухать начинают И Переезжать начинают И что только не делают Как бы За сердце хвататься Начинают То есть Начинают думать Вот как раз Вегасосудистая дистания Начинают Вегасосудистая дистания То есть И начинают всякую херь То есть И в этот момент Когда человек слышит Такое Как бы Вот тут деревня Тут вот Вот так классно То есть Он может совершить Какие-то вещи Необдуманно для себя То есть Он себя накручивает То есть Он такого же Еще одного блогера Посмотрит То есть Примет решение Да Стартанет И потом Когда он начнет Ну действительно Разочаровываться Обратно дорога Это Она Доверь даже Невозможна Потому что Если молодой Ты еще как-то можешь Там допустим До 30 лет Там В городе Обосноваться И нормально все То есть Если после 30 лет Ты уехал в деревню И обратно Потом попытаешься Вернуться в город Это просто пипец Тяжело Тем более Если ты все Под собой сжег Все мосты Как бы там Продал И тому подобное Это просто Ну нереально Ребята Ну как бы Конечно Все уже нереально Потому что человек Такое существо Приспосабливается К всему Но это Но это просто тяжело Поэтому если ты называешь Хайпануть Я же понимаю Даже по тегам Я вижу твои там Топ 5 Дай 5 Вот это вот Теги сделал То есть Я же их вижу Топ 5 причин То есть Я понимаю Что ты хочешь Стартануть Как бы на этом видео Там денежку заработать То что ты просмотрит Тридесятое Но ты Отвечаешь за людей Тоже За тех же Которые тебя смотрят То есть И ты должен Внимательно относиться К каким-то вопросам Ну Я не осуждаю тебя Я тебе просто Ну вот совет дает Потому что ты же сказал Пишите в комментариях А я подумал Смысл писать в комментариях Ты можешь даже Это не прочитать Я тебе в видео отвечу И тебе уже судить Правильно Неправильно Как бы Ну можешь мне в комментариях Написать Опять каждый кулик Хвалит свою Да Просто я жил в деревне Не так как ты Я жил с детства Я знаю что такое деревня Вот изнутри ее знаю И Марина понимает Почему я ни за что Не вернусь в деревню То есть Это жесткие причины Такие Это мои дети Это моя жена Которую я дал Должен дать больше Не просто быть Егоистом в этой жизни А именно Дать ей больше Чем я могу даже Вот физически Чтобы же моя жена Была королевой для меня А не просто Я женился на ней И с возрастом Я забывал Что она женщина Нет Я должен вот именно Ее на руках таскать До самой старости И видеть в ней Красавицу И поддерживать ее И старушкой будет И стринги таскать водит Куда она денется Можно и в деревне Стринги таскать Так Нет Я вообще В общей сложности Так говорю Ну давай Какой последний вопрос Мы еще хотели обсудить Просто мы уже Видео затянули Наверное полчаса Все уже Мы помоем А вот последний вопрос Ты хотела про пьянки Еще про что ты там хотела Про романтику Деревенская романтика Нет деревенской романтики Ребят Деревенская романтика Когда ты нахуярился Я даже запикивать не буду Именно в работе Изъебался А потом пошел в баню Помылся Вышел после бани Вечерком Действительно голый Как бы в темноте Вышел И думаешь Как заебись Какой отходняк Вот она Деревенская романтика Больше там романтики Нету Поэтому и сейчас молодежь Умная молодежь Она пытается уехать Подальше от родителей Подальше как бы в город Чтобы зарабатывать денежки Да Сейчас скажете Так вот Ты пропагандируешь город Я ребятам Просто говорю Жизнь Она протекает Очень быстро И не надо Людей там Или сыновей Осуждать Потому что они рвутся в город Они хотят Жизнь пожить своей Увидеть эту жизнь Какая она Интересная Неинтересная Ошибется Но это его будут ошибки Абсолютно А то что он в деревне Будет впахивать И потом будет видеть Какую-нибудь Аньку колхозницу Которая напротив живет Которая Блин даже элементарно Не может там Перевести в порядок Что надо привезти И он там будет Как бы Ты хоть пухни дорогая Чтоб я дырочку нашел Понимаете Это же Не знаю Но это наше субъективное мнение Мы никого не хотим Обидеть ребят Я просто сказал Кто-то скажет Что Саша тут Намеревался Все куда-нибудь Переехать Но Саша Если переехать Решал То это еще должен быть Больший город То есть Если у нас город Больше мегаполис То если Рассматривать Россию Это Москва или Питер Да Если это за границей То есть То же так же Мы рассматривали Либо Нью-Йорк То есть Если мы в Америку Если мы В Евросоюз Мы Голландию Рассматривали Тоже Ну центровые все То есть мы не маленькие Именно как бы Именно Крупные мегаполисы У нее нет развлечений То есть она Свои развлечения Жизнь Увидела в этом огороде Я знаю Мама Ты будешь нас смотреть Но я тебе Вот сейчас Снова отвечу Почему я тебя хочу В город Сюда к нам перетащить Здесь пенсионеры Ребят Я их вижу Каждый день Когда я допустим Утром захожу В гипермаркет Семья Они такие Все переодеты Видела Они такие В шапочках Дедушки В галстучках С бабушками Накичат на перегонки На этих тележках Ездить там Товары покупать Какие-то болтают Интересно Так знаете У них здесь много кружков То есть здесь Как бы администрация Выделяет кучу денег Хоть я хули Постоянно Вот это Россия Вот Россия Россия Но ребят Россия Выделяются деньги На поддержание пенсионеров В городе Выделяются Здесь они лечатся Постоянно Наблюдаются Постоянно Продолжитель жизни В городе Пенсионеров Выше чем в деревнях Здесь они получается Ходят на какие-то развлечения Кружки для себя Вязание А в деревнях Как и для молодежи Так и для стариков Это развлечение пьянки Или огород Где они дальше Гробят свое здоровье Как мне мама говорит Спина болит Пойду поработаю А потом выясняется Что у него остеохондроз Я говорю Мама У тебя спина болит Потому что ты работаешь Как бы да Клин-клин Пытаешься вышибить У тебя еще хуже становится Мыши-то еще больше Зажимаются Я говорю Ты больше свое здоровье Гробишь дальше И пока вот Ее уже врачи сказали Что нельзя тебе Вот так перетруждаться Она ведь не могла успокоиться А ведь могло быть хуже В деревне делать нечего В деревню можно приехать На неделю отдохнуть Максимум А дальше Ехать в город Зарабатывать деньги Жить Развлекаться Вот Маринку даже спросите Я вот до беременности На дискотеку возил В нашем возрасте Это вообще просто Самое прекрасное Конечно Развлекайся Представляете Как мы попрыгали Ночью там скатались Вау Поорали Она у меня в люк там высовывается Как бы руками Вау Я первый раз такую жену увидел Думаю Нихера себе Вина Два бокала выпила Натанцевалась Там танцуют У меня вокруг мужиков Там знаете Как приятно Думаешь Ооо У меня жена-то такая Крутая Мужики тут Я окружаю Потом видят Что я там сижу Сыч такой Сразу понимает Что занята Вот Это же прикольно Женщина Она остается женщиной До тех пор Пока вы ее видите Женщиной Прекрасной женщиной Своей женщиной А в некоторых случаях Сами мужики Свою женщину Вставить такие рамки Не позволяют Ей себя видеть В таких рамках Ну блин Нигда Ребят Без слез Не посмотришь Думаешь Ёпту мать Она на себя руки положила И так вот Она как бы Ну живет Ну это просто пипец А потом она удивляется Какая-то городская Уводит ее мужа Почему Я же тоже нормально Да Только Мух недорогая Что бы я дырочку нашел Итог И последняя причина Ну одна уже из тысяч Наверное Которых мы назвали То есть я конечно Утрировал Да Но причин много Я могу их называть И видео будет просто Занимать там Три часа Это то что Многие блогеры Лукавят Действительно Мы общаемся С теми блогерами Которые там Уехали в Америку Многим И помогали Бесплатно Причем Как-то развивать их канал Чтобы они Могли существовать Зарабатывать деньги А деньги Не маленькие На этом поприще Но Не до конца Раскрывают Потому что боятся Порицания Наверное Потому что Ну как вот человек Скажет Я уехал в деревню Здесь все херово И мы начнем писать А какого хера Ты тогда рассказываешь Что все хорошо И в принципе Живешь там Езжай в город То есть я думаю Что это вот Одна такая причина То что Человек просто боится Порицания Или Ну не до конца Как бы честен Потому что Взять того же Блогера Американо Да вот есть Можете забить на ютюбе То есть мы когда-то И помогали Блогеры из Молдавии Они продали в Молдавии Все абсолютно Сейчас шастают по Америке И все еще на съемном жиле Зарплата никакая То есть Да Со временем Они как-то развили канал То есть Вот непосредственно Правит жена То есть Как бы муж Он такой более Ну как в любой семье То есть Есть активный Есть как бы Не очень активный То есть Вот жена Она достаточно такая активная У него То есть она развивает А когда конечно Набыла помощь Мы ей помогли Безносместно Опять Сейчас она Уже как бы С нами не общается То есть И с многими Кто ей помогал То есть Сейчас ей хорошо Но Суть остается сутью Что были такие моменты Которые она не рассказывала Да То есть Она рассказывает Посмотрите День рождения Там вот у нашего ребенка А на столе стоит бургер То есть Это Скажем так Праздничный стол И Когда начинаешь общаться Уже вне камеры То есть Как бы Вне ее видео Там Вне каких-то там Моментов Начинают рассказывать Что действительно Очень тяжело Людям И просто Они Ну не хотят Может быть Действительно Порицания И поэтому Не до конца Честно И не до конца Рассказывают Но они опять же Не понимают Что для многих людей Они как круг спасения Потому что Люди-то их слушают Люди их смотрят И Я говорю Опять же У мужиков Психология Она завязана на том Что человек начинает Гонять за жизнь И Ниогда он совершает Какие-то вещи Не обдуманные Для себя На этом этапе событий Он не может Просто сориентироваться И Поступает Опрометчиво А потом Начинает жалеть Куча есть блогеров Которые рассказывают Про Америку Где там Ну действительно Жопа То есть Когда я Немножко пережил Этот возраст Начал Общаться с людьми Начал смотреть И негативные Как бы Комментарии Отзывы И тому подобное И видеоблоги То есть Я начал понимать Что Скорее всего Я туда не поеду Потому что Ну Сложнее Намного сложнее Чем в России При этих же условиях А даже условия Некоторые хуже То есть Сейчас скажут О, ты начинаешь Какую-то чушность Нет, ребята Я могу отдельно Видео записать Какие для меня Условия хуже И по каким причинам То есть Я скорее всего Не поеду В ту страну Ну и все Затягивать не буду Просто скажу Что Плохо Что Многие блогеры Не до конца честны Наверное Было бы прекрасно Если человек Назвал Топ-5 причин А в конце Назвал И отрицательные стороны И скорее всего Вот эти Топ-5 причин Они бы Где-то там Меркли Там На фоне Негатива Потому что К сожалению Жизнь в деревне Или в селе Она тяжелая Не романтическая Тяжелая Ну Все Пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok